Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из-под моей ёлочки! Сегодня 5 января, время 9 часов и температура за бортом 10 градусов тепла. Кстати, прямо сейчас появилась новость, чтобы в четверг сегодня, то есть, не выходили на дорогу никакие пешеходы, а также водители особенно, потому что страшный, пристрашный ледяной дождь обрушится на нас и температура снизится до минус 15 градусов. Правда это или нет, я не знаю. Но пока что компьютер мне показывает устойчивые 15 градусов тепла днём. Как оно будет на самом деле, я вам расскажу, потому что это такая у меня сейчас задача рассказывать не то, что говорят, а то, что возможно есть. И вот очень интересная у меня такая возникла мысль ещё с утра, вернее, эта мысль у меня возникла раньше, но сегодня я её перепроверила. Почему я это сделала? Потому что, как сказано здесь у нас, что товарищ Макрон поменял наконец-то своё мнение, свой плюс на минус или минус на плюс, как это было, не знаю. Значит, 3 декабря, то есть месяц назад, 3 декабря, товарищ Макрон в телевизоре высказался в том смысле, что надо России как-то, значит, дать сохранить лицо, что-то надо сделать, чтобы её, что называется, помирить и примирить её с её мыслью, что надо прекращать, как говорится, это вот, это вот действие на Украине. На что и украинцы, ничего себе, шо такое, возмутились страшно, и главное, прибалты тоже очень возмутились. Я уже вам говорила вчера, что меня до сих пор не оставляет мысль о том, что на самом деле происходит с Эстонией, в чём смысл эстонского, можно сказать, как это назвать, синдрома. Эстонский синдром, я бы это назвала. Значит, я ещё раз уточняю, ваше возвращаю внимание к тому, что Лиза танкистка на танке, мне кажется, это был танк, я как человек несведущий в этом не знаю, была это танкетка или это был танк, или это машина пехоты, но она на танке, мне так кажется, рассекала на границе именно Эстонии и, так сказать, Ленинградской, прямо скажем, области. Вот, оттуда, наверное, можно было, если шарахнуть, то попасть, как говорится, по Невскому проспекту. Я не знаю, не понимаю и боюсь, что не пойму, в чём вообще здесь порылась, как говорится, собака. Тем не менее, товарища Макрона очень осудили прибалтийские страны в прямом эфире, плевались на него. Ты шо творишь, Эстония, все до единого свои вооружения, какие были, отдала, так сказать, на фронт. Эстония единственная из стран Евросоюза, которая свой ВВВ ППП ККК повысила до такой степени на оборону, как никто в Евросоюзе не дал столько денег, как Эстония. Буквально все карманы она вывернула для того, чтобы, значит, отдать всё. И все до единой винтовки отдала на украинский фронт. Я до сих пор не могу понять, в чём смысл. То ли в июле, когда будут выборы в генсека НАТО, туда всё-таки пропихнут эстонскую вот эту бабу, эхо, которое называется кайя. То ли её собираются пропихнуть и таким образом накрутить Эстонии, так сказать, вот в общем не знаю. Меня не спрашивайте ни о чём, я этого ничего не понимаю. Единственное, что я могу сказать, что товарищ Макрон, вы помните, съездил когда к Байдену и потом вернулся. Он заручился, видимо, какими-то такими, знаете, ну типа, ну давай, а это попробуйте. Вот это не надо, а вот это попробуйте. И, видимо, он попытался, ну, русские сразу сказали, Путин сказал, с Макрона вера нет, пошёл в жопу, изняйся. В общем, никуда, не знаю, куда пошёл, но, в общем, короче, посол пошёл. И вот, и вот, сегодня выясняется, что Зеленский позвонил Макрону, и Макрон сказал, что даст ему такие, они называются лёгкие, как это было сказано, танки. Ну, это не танки, вы поняли, да, но бронемашины, ну, подтанк, ну, бронемашины, это уже впервые будут поставки сугубо западных образцов. Понимаете, раньше спихивали вот это всё, советский хлам, а теперь чисто уже западные образцы ему подадут. Потому что, и вот тут я бы хотела обратить ваше внимание на свой пост предыдущий про дело Челлаха, который я объясняла, и про, извиняюсь за выражение, очень, очень какой-то непонятный вот этот вот удар по Макеевке. И в результате, в результате Макрон резко поменял своё мнение, вот, стал на сторону всех членов НАТО и перестал выбиваться, как говорится, из стада, вот, и показал, что он уже будет поставлять, и что американцы тоже уже задумались, раз Макрон уже, как говорится, дал добро, вот, и тут у меня возник диссонанс в голове. И я специально помониторила, когда был день рождения товарища Рогозина. Оказывается, товарища Рогозина день рождения был 21 декабря. Вот, значит, из сведений, которые просочились на английское, от лыбачине, было сказано, что 20-го за день до того, ну, наверное, 20-го, товарищ Рогозин приехал на это, праздновать свой день рождения, так сказать, на боевые поля. Вот, значит, спутник завис над Макеевкой и сделал хвантографии. Вот, это сказано у нас официально в газете. 20-го числа спутник сделал фотографии Макеевки и вот этого правтехучилища. А 1-го числа он снова сделал фотографии, и они разнились. Того здания, которое было 20-го, но и уже не стало 21-го. Из чего они стали делать вот эти заявления, что смотрите, ТРМ, ПРМ, 700, 800, 1000 и так далее, а русские молчат. А у нас есть сведения. Так вот, значит, товарищ Рогозин уже выздоровел, и у него извлекли осколок, который в него, в его день рождения, 21-го числа, как сказано, он праздновал день рождения, и в него попал осколок из французской гаубицы Цезарь. Цезарь, просто, знаете, как-то символично, да? Слава тебе, Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют. И вот он, значит, попали ему в спину, было сказано, попало ему в спину. Это даже интересно с любой точки зрения, в какую часть спины. Этот осколок извлекли из него, и он приказал французскому послу переправить этот осколок от гаубицы, там сказано, вот, шарапнель, там сказано, не знаю, я это не разбираюсь. Вот, и отправить этот кусок железа Макрону со словами, смотри, ты хотел меня этим убить, сказал товарищ Рогозин. Я про товарища Рогозина могу сказать только одно. Я понимаю, что сейчас сразу, как говорится, мне тоже прилетит, но я, как говорится, уже привыкла к этому всему, понимаете? Поэтому у меня вот возникает вопрос, еще раз, для тех, кто, для тех, кто как-то, ну, я, опять же, я не отрицаю того, что и здесь у нас везде раскручивается. Теперь уже у нас приводится официальная цифра Министерства обороны, вот, о погибших в Макеевке. Но также здесь везде показывается, что они, вот, как они посмели, значит, утверждать, что эти ребята сами были виноваты, что они использовали мобильные телефоны. Это было, ну, в общем, короче, если вы хотя бы раз в жизни общались с большим количеством подростков, а это действительно там пацаны такие, 19-летние были в основном, я думаю, вот, они прибыли, разместились и так далее, и тому подобное. И поверить в то, что они там Новый год встречали, как бы, знаете, в классе по островой подготовке, я не поверю. Вот лично я не поверю. Я, конечно, очень сочувствую жертвам. Я, конечно, осуждаю командиров, вот, ну и всякое такое, но, но, то, что это заранее все просмотрено, зафиксировано и найден повод, понимаете, чтобы потом сказать, было 700 человек, посмотрите, вооружение, шморужение, и дайте нам американского образца, дайте настоящие танки, как тут же выступил, кто-то там выступил, и немцам позвонил и сказал, или вы даете нам танки, или наши танки будут стоять под стенами Берлина. Вот, и уже товарищ Макрон, несмотря на осколок, который ему выслал товарищ Рогозин, говорит, хорошо, дадим все, что просите, мы вам дадим, ну, как по-другому, потому что, тем более, значит, украинцы показали, что они защищают Запад, защищают, страшно защищают Запад. Какой здесь вывод напрашивается лично у меня? Я не знаю, зачем товарищ Рогозин ездил праздновать свой день рождения на Донбасс. Вполне возможно, что этой трагедии бы там не произошло, если бы он туда не поперся. Я не знаю. Потому что, насколько мы знаем, его замечательные вот эти вот всякие подвиги, что он был представителем в НАТО, представителем он был в НАТО, в том же самом Брюсселе. И потом, когда начинается именно из Брюсселя идти волна, что как это так, Министерство обороны, Терампыры, он был у нас на Дальнем Востоке, космодром строил, вот эти ракеты у него. То есть он очень успешный деятель, очень успешный. Я ему желаю здоровья, конечно, но желательно, чтобы он как бы немножечко тоже задумался о жизни. Вот. Потому что иногда страдает, как говорится, дело. Страдает. Ну и понятное дело, что не в последнюю очередь в связи со всеми этими всеми разными событиями цирконы вышли на боевое дежурство в Атлантический океан. Вот. Ну и посмотрим, чем кончатся эти так называемые танки. Танки грязи не боятся, а температура понижается. Ну и всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!